Друзья, всем привет! Зараз мы вам покажем, как заменить исчепление на Мустанг-1125 и его тюнинг. Привет, ребята! Вчера мы снимали в Днепр-11, новый манцикл, который мы купили. Пока он смонтируется, не надо забывать, с чего мы начинали. Поэтому сегодня у нас динго, ростик, и будем домонтировать сцепление. Как вы знаете, на 125-ках часто случается, что буксируется сцепление. Буквально, если новый брать, полгода, особенно, если вы любите на заднем поездить, вернауты и резкое переключение передач. И чтобы этого избежать, сейчас будет один лайфхак, так сказать, доработка. Чтобы добраться на сцепление, первым делом надо слыть масло, отпрыть выхлопну тута и тута. Потом снять ножку кикстартера и снять тросик сцепления. Теперь снимаем ножку кикстартера. Теперь снимаем Сняли. Теперь снимаем выхлопную трубу. Чтобы снять выхлопную трубу нужно две гайки тут открутить и вот здесь. И вот здесь центральное крепление. Сняли. Все, снял и выхлопнул. Далее снимаем трос с чеплением. Ебать. Шиперознятый. Дурачок пружины здорово. Снимаем кастом пружину. Видите, какую пружину выверли сюда. Это, кстати, тоже доработка. Если у вас сцепление назад не отбрасывается полностью и хорошо. Сюда ставим пружинку, и тогда сцепление полностью отбрасывается и хорошо работает. Можно, кстати, запхнуть и сюда внутрь между креплением троса куда всовывается и тут на пружиночку. Да не поможет, надо вот так вот мощно ставить. Да, да, мощно. Надо будет разнимать. Все, тросик мы сняли и за раз по кругу подкручиваем вот эти болты. Для зручности накаляем мотоцикл. Опа. О, это как было. Опа. 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 мы пришли до выставки что у нас упирается крышка вот эту накладку она не снимается тому потребно снимать полностью ножки ворожские методы снятия или можно просто ножки снять кому как удобнейше чуть-чуть по трошку да кому если удобно можете просто ножки скинуть но тогда вам аперта его надо будет так как она стоит на боковой ножке я не хочу снимать вот это плохо мне кажется там с цеплением все очень плохо интересно все видео покупаем донорский дверь я снимаем крышку и бачим такую картину что мы делаем дальше откручиваем четыре гвинтыка снимаем всю крышечку и там вода гаечка покажем так если вы отключите и первый раз то надо будет наставить и поступить молоточком чтобы чуть отпустить потому что он и затянуть из завода нормально так потому что бачит их мы их откручивали или подкручиваем этого если стати ударная отвертка сообщил отлично все мы откручиваем эти четыре болтика теперь снимаем крышечку тут у нас и гайка и штопор отгнаем штопор и откручиваем гаечку можно наставить отверточку постукать либо если у вас съемник так и может иным откручиваем левую сторону левая резьба все снимаем сцепление в течение пяти минут было снято сцепление все это уже легко и просто все дальше снимаем стопорное кольцо я понимаю диски запоминаем как они были чтобы на таком порядке назад и собрать что есть так пацаны что мы тут происходило что мы тут делаем дивится получается мы будем добавлять в старую корзину старая корзина еще один диск получается железный но отдельно нельзя их купить железные либо не знаю что они сделаны эти диски такие диски нельзя купить надо корзину в сборе но может сейчас уже есть мы когда шукали не могли найти купили усиленно так сказать на три диска вот таких я ее ставлю на мотоцикл и вона не работает не постоянно еда не мастик лень я выжимаю и все равно еда мы ломали голову шоссе делать ну как бы 100 гривен 3 долучи 500 за сцепление в сборе все равно не работает и нам батя подсказал идею короче берем собираемся все назад и просто последний диск железный становится сюда один вот так опа закрываете все остальные мы делаем кидаем еще один диск и все и у нас сцепление перестает буксовать и все настраиваем чисто себе сделал уже катаюсь здесь сколько года два нормально даю ему говорит все перестало буксовать и все отлично сейчас мы нарядом покажем будем собирать и будете за этим всем наблюдать так ставим пружинки пружинки тоже используем не старые что у вас были а вы купили новую в сборе корзину пружинки новые вот эти пружинки маленькие тоже вам там покажем новые диски такие новые и тоже промазываем их маслом желательно промазать потому что они сухие все используем новое кроме шестерни все собираем все кидаем сюда и дивимся что попали сюда направляющие на пружинку так подождите стоп 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 вот так вот все а еще нам понадобится шпилька шпилька либо шпилька либо болт длинный чтобы могли потом ставить и стянуть корзину и поставить кольцо сюда штопорное потому что так руками его не стянете это будет мучение долго руки позбиваете лучше использовать шпильку либо болт так вкидываем один диск сюда потом мы ставим ставим диск раз установили ставим два а и при этом ставим шестерню чтобы она нас отцентровала наши диски все ставим еще один так и сверху кидаем еще один диск теперь мы берем шпильку и вот всю всю конструкцию стягиваем и устанавливаем штопорное кольцо значит мы найдем еще шайбочку сюда подложить и покажем так просовываем опа там сейчас чуть позбивается но мы сейчас назад все его сложим ставим крышечку назад так сюда убираем отсюда тянем его полностью все стянули там не надо сильно затягивать просто вы стянули все пружину полностью делаем набор заново переворачиваем диск обычный цена снова да да ставлю центруем сразу это чтобы она попала все хорошо все отлично железный диск опа опять такой опа сверху железный и еще один все зазор у нас как видите когда мы будем выжимать все видно где у нас сейчас вам покажу все у нас получается штопорное кольцо заходит и там оно для выжима того достаточно будет с головой если вы поставите замять железного вот такой диск захочете сейчас вам покажу подемонстрирую что снимаем захочешь на такий номер поставить зачем железный ставить дивиться мы ставим такий и вы подивиться падла да все воно встало если подивиться то тут остается мало и все равно вам надо будет зажать его вот таким накрыть его надо будет а вы его не накрыете потому что уже не станет потом штопорное кольцо поэтому таки диск не влаза сюда его ставлю не только железный но продаются корзины с 3 дисками она идут уже больше но она сюда не стоит она потом упирается в крышку и плюсом в крышке шток слишком короткий и он не выжимает корзину поэтому такой вариант не проканая мы хотели так сделать купили 3 дисковую корзину но так не работает поэтому самый оптимальный вариант это вот такой вот такой диск железный поставлять и будет все четко все так два диска мы поставили теперь ставим штопорное кольцо остановится он однозначно легко все сейчас мы его подвинем чтобы у нас тут циболы по центру так так о все что мы делаем теперь отпускаемся всю конструкцию мы его зафиксировали там две ключи на 13 все раскручиваемся все у нас сцепление практически собрано что мы делаем дальше 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 мы вставляем пружинку снимаем и дальше вставляем пружинки вот такие маленькие тоже используем новые корзины вот сюда и еще надо будет вот это вот отложение это грязь и стружка с дисков все тоже чистим аккуратненько промываем и собираем так устанавливаем пружинки с пружинки вот сюда где она у нас где она а все это новое и не надо ставить она у вас либо снимется с места составляни либо останется все на коленвале все ее просто снимаем устанавливаем сюда на место и всю всю конструкцию ставим назад все берем гайку там тоже новая идея когда вы купляете новое сцепление шайбочка и штопор так вот все устанавливаем штопор все что у нас будет фиксировать саму гайку устанавливаем шайбочку и устанавливаем гайку все все мы сейчас затягиваем и контргаем есть еще специальный ключик сюда головочка с этими такими и закручивается но мы ее не купили потому что мы не собираемся его разбирать каждую неделю это улучшение раз и навсегда молоточек сейчас нам надо затягиваем тоже хорошо вот крутится потом заново разбирать все у нас все совпало контргаем практически чуть назад надо вернуть все одного хватит тут стоит прокладочка и старую можно оставить особо роль велико не играет так где мы делаем тряпочка это все тоже протираем чтобы все было чистенько так устанавливаем назад всю крышечку в комплекте тоже идет новый болтик и встал новый болтик закручиваем 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 все нахрест туда 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 чтобы она открутилась затягиваем тоже хорошо все затягиваем все теперь окончательно затягиваем прям хорошо оп откладываем все дальнейшее действие не забываем назад поставить эту штучку потому что у нас выжимаю корзину и все протираем вокруг все от масла встал новую прокладочку мы не используем ни герметик ничего вот так на сухую ставим прокладочку ни маслом ничем и зажимаем прокладка обязательно должна быть нова да не используем старый выберем такты надо разбирать снимаем крышечку тут болтик есть его надо послабить потому что крышечка не может нормально я ебун нахуй ебаная сила ха 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 ну я тут спасни снимать это посмотрите крышечку сейчас откручиваем болтик и послабляем потому что крышку не можем надеть у нас регулировка настройка сцепления все послабили крышечка стало нормально сейчас закручиваем все болтики все затягиваем и будем настраиваться на сцепление тоже сцепление мягко выжималось могут разобраться . почистил и наждачкой и хорошо промазываю все маслом должна быть мягенько ремонтик происходит крепление трошечка лопается рассыпается поставила выхлопну затягиваем накидываем сейчас ножку и стартер и будем настраивать вот тут у нас есть резьба настраивается ход ручкой ход должен быть вообще минимального тут вот так вот минимальный ход настраивается с помощью тут винта ключик на 10 и настраиваем а чтоб буксовала не буксовала сцепление настраивается тут гайка отпускается и плоской отверткой под себе индивидуально пробуйте полу обороту вперед завели попробовали як воно или назад то есть все индивидуально сейчас будет проверочка наше сцепление до цього передачу тоже включаешь первую вин сам еде сейчас наблюдаем картину идеально как тебе ощущение просто шикарно немая слов включается вот еще стоит на месте я вот просто так что это идеальное решение добавить один диск чтобы не буксовала сцепление появится да ты что именно сейчас забудут и за буксовала сцепление либо видение его лайкосик подписочка на карате всем пока и